Бей первым, будь первым! У команды тренера Сергея Седышева налицо проблемы в центральной зоне, через которую и прошла голевая атака гостей. Из центральных трех полузащитников не смог принять участие в игре ни один человек ввиду болезни, дискалификации. Ну, это в пользу бедных все. Играли молодые наши ребята 95-го года рождения. Тольяттин с Максим Мережко пенальти реализуют безупречно. Вратарь Волги Дмитрий Красивеньков прыгает в один угол ворот, мяч летит в другой. При этом градус эмоций зашкаливает, особенно в начале второго тайма. Желтые карточки сыплются налево и направо. В итоге арбитр показал семь предупреждений. Два из них в адрес Тольяттинца Семена Королькова. На заключительные 40 минут игры Лада осталась в меньшинстве. Судейство, я считаю, что следствие сегодня было на очень хорошем уровне. Судья судил очень здорово. Например, еще я как у тренера, претензий в суде вообще никаких нет. Зато претензии есть к защитникам Волги, которые позволили Артему Ежову вывести Ладу вперед. Для хозяев замаячило второе поражение подряд. Ведь недели раньше они уступили в Ижевске «Зениту». К счастью, на сей раз ульяновцам удалось отыграться. За 10 минут до конца матча вышедший на замену Игоря Бугаенко протолкнул мяч в ворота гостей после розыгрыша углового. Так состоялась незапланированная для Волги ничья 2-2. Если взять в сумме, у каждого футболиста допустил по несколько ошибок. Я не могу это ничем объяснить. Следующий матч в чемпионате России Волга проведет ближайшее воскресенье, 23 октября. Нижний Новгородье играет против Олимпийца, который идет на втором месте в турнирной таблице зоны Урал-Привожье. Михаил Рассашанский. Новости Ульянской правды.